Я рада, что вам понравились мои обзоры техники, поэтому сегодня буду рассказывать про наш дачный ручной блендер от Philips. У меня здесь остался чек, стоит он 3600 рублей. Покупала я его именно для использования на даче. И я расскажу вам о его плюсах и минусах, но сначала давайте посмотрим, как он работает. И так, что у него есть в наборе. Чаша блендера, два венчика, миксер, наверное называется. И насадка погружного блендера. Также у него в наборе есть сам моторчик, то есть сам этот блендер. Мощность у него 550 ватт. Ну, начну с чаши. Это и плюс, и минус этого блендера. Большой плюс это для тех, у кого дети начинают есть прикорм, которые едят пюрешки. То есть здесь на одну, на две порции и еда не размазывается по стенкам блендера, как если бы была большая чаша. Но это также и минус, поскольку если вы готовите на всю семью, то, конечно, этой чаши не хватит. И придется много-много раз закладывать там, например, тот же фарш или лук, чтобы получилось достаточное количество. Еще минус у этой чаши, то что она никак не фиксируется. Просто сверху закрывается и неловким движением руки она может открыться. Правда, когда она открывается, то вот этот вот ножик перестает крутиться. Для меня это больше плюс, потому что я готовлю этим блендером в основном для ребенка. Этот блендер у нас на даче. Я им очень довольна. Перемалывает он отлично. Лед я не пробовала, но замороженные чуть-чуть потающие ягоды перемалывает на ура. Следующая насадка это миксер, чему я очень рада, что это не просто венчик. Один взбивается тесто, яйца, что угодно намного быстрее и намного качественнее. Это тоже большой плюс этому блендеру. И погружная насадка стандартная, даже про нее ничего и рассказать нечего. Стандартная насадка молит, как и все остальные. Итак, плюсы. Это цена, маленькая чаша, вместо венчика миксер. Ну и как дополнение это погружная насадка. Минусы то, что здесь нету скоростей. То есть здесь одна кнопка, он просто включается и на одной скорости перемалывает. Никак вы это не переключите. Также кнопка не фиксируется. Не всегда это очень удобно. Например, когда вам надо что-то долго взбивать или перемалывать. Вам надо держать эту кнопку. Также от минусом отнесу маленькую чашу. Объяснила уже почему. И не фиксирующуюся крышку к ней. Такой блендер живет у нас на даче. Я надеюсь, вам этот обзор тоже будет полезным. И если вам нравятся такие обзоры, напишите мне внизу в комментариях, о чем бы вы еще хотели услышать мое мнение. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...